Здравствуйте, дорогие друзья! Чудесно составлен еврейский календарь. Буквально вот шаббат закончился, у нас чуть-чуть времени, начинается праздник Суккот. Надо разобраться с одним вопросом. Мы как бы уже решили, что в Рошашана человек получил свою судьбу на год. Почему же тогда, когда что-то происходит, человек начинает просить? Ведь приговор уже есть, и отменить ничего нельзя. Тут надо разобраться, поэтому давайте быстренько проследим эту логическую цепочку. Рошашана называют головой года. Голова содержит жизненную силу, которая отпущена на целый год. И поступает ко всем органам тела. В Рошашана мир получает жизненную силу, и каждый человек получает жизненную силу, которая будет растеркаться по месяцам года и каждый день приходить. Например, выделена человеку энергия 100 килограмм. И вот она будет теперь по месяцам идти. Выходит, что к каждому человеку приходит каждый день то, что отпущено ему сверху. но есть один нюанс да она приходит но есть два варианта почему может не произойти то что предписано первое это ну в принципе нет такой например чеку предписано родить ребенка но он никакие действия своей жизни не произвел то есть получается что это отсутствует напрочь в корнях когда чего-то нет нету этого и в крови второе написано человек судится каждый день мы своими поступками можем ну скажем так затормозить вот то выделенную энергию которая была для нас подготовлена наверху нам было выделено там то-то 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 но мы потом накуролесили что-то или что-то сделали не так и энергия задерживается до того почему говорят сделать шува раскайся и придет тебе то что надо это говорится вот именно на подходе к нашему празднику надо это понять есть только одна вещь почему же люди молятся в час беды вот вернемся к началу когда ведь все уже предопределено казалось хочешь не хочешь а получишь написано что когда человек из глубины сердца радуется или молится то он может подняться на ступень намного выше чем росшина ступень высшей милости это шину и рацион перемены воли всевышнего и тогда написано это авторе хисхьягу получил 15 лет дополнительной жизни когда когда он должен был умереть в этот же вечер тогда неизлечимо больные выздоравливают тогда люди получают много из того что хотели поэтому сейчас очень важно провести праздник суккот так чтобы закрепить полученное для нас хорошее и рассеетесь и не дай бог что-то было не так ведь праздник суккот написано вмещает себя события целого года вообще слово год появляется в торе только с названием праздника суккот что написано праздник урожая на повороте года в этом смысле суккот является для нас праздником жатвы но жатвы в таком высоком смысле он учит нас собирать удерживать сохранять какие-то вот те чувства испытания подъемы духовные которые мы приобрели во время разных праздников в течение года молитв там или когда-то из-за какой-то момент был духовный подъем вот он закрепляется в суке ведь смотрите когда закончился им кипур и казалось бы уже можно было выдохнуть и расслабиться бог знающий человека говорит нет а вот теперь когда ты прошел большие праздники собрал урожай потому что это праздник на исходе уборки урожая а теперь выйди на улицу сядь и почувствуй бренность существования ведь мы с вами очень многие уже раньше мы только в теории а сейчас уже в практике знаем что тот собственный дом который казался незыблем может в течение часа оказаться ничем может быть тебе казалось что за твоей стеной крепость а ее и нету поэтому сука временная сука с крышей которой видно солнце и звезды вот и вот это является настоящей моделью мира сука которая сделана через так чтобы через неплотно приложенные ветки пробивался свет это модель идеального мира написано в торе когда материя не скрывает а пропускает света лучи благодаря тени делаются только более ощутимыми и зримыми пропустить надо в мир присутствие бога дать войти ему наши материальные грани какие-то во все границы надо понять что вот этот цвет который нам нужен надо чтобы он пришел сука не кошерное если не видно звезд поэтому человек должен жить на земле а видеть звезды вообще суккоты следующий за ними симхат тарай и шмини ацер это самые веселые дни года считаются само веселье в эти дни являются сгулой приметой для улучшения памяти написано и способствует увеличению заработка даст вот если ты не веселишься заработок гарантируем кроме того написано в кабале что судить сидеть в суке и учить кабалу это сгула на появление сыновей что еще быстро успеть сказать другим таким важным является в этот день четыре вида растений которые это ветки пальмы адаса ива и трог вообще красивый лулав и трог куплены на праздник это тоже примета на хороших красивых детей согласно книге рифуа в хаим если четыре вида растений оставить после праздника и хранить на входном дом они защищать дома от вреда то есть от кражи от всего остального дорогие друзья вот так много я вообще люблю этот праздник я знаю немного я постараюсь после первого дня рассказать вам но с потрясающе совершенно другое потрясающее то что нам еще раз в этом году с вами предстоит встретиться с праотцами вот в эту суку которую каждый войдет там будут находиться еще и праотцы и об этом тоже расскажем позже хорошего праздника веселого доброго радостного браха вацлахан